Утро после выборов. Каким оно стало не для политиков, а для избирателей? Репортаж Даниила Смирнова с утренних улиц латвийской столицы. Утро после выборов. Политики уже начинают создавать коалиционные союзы, а народ только осознавать, кого он выбрал на ближайшие четыре года в парламент. Вас устраивает выбор, сделанный народом, или нет? Нет. Почему? Ну, популистские обещания выполнять очень трудно. Утреннее настроение рижан после выборов больше пессимистичное, чем оптимистичное. Больше о народе думали, а не о каких-то там Евросоюзах, и каких-то мнимых там угрозах. И, не знаю, ну, вооружение это бестолковое, которое покупается. Ну, не знаю, я думаю, лучше на пенсионеров тратить деньги. Как я слышал, что лечат украинских бойцов тут, деньги тратят там, на какие-то фонды там отдают непонятные. Ну, короче, для жителей ЛАД я не делаю. Анатолий едет домой с ночной смены. С выбором народа еще не знаком, но в серьезные перемены не верит. Потому что движения нет у нас ничего. Понимаете, все стоит на месте. Нету прогресса никакого. Ни в работе, ничего. Вот, допустим, ну что вот мы делаем? Молодежь бежит. Сергей недоволен состоянием демократии в нашей стране. По его мнению, опять партия, выигравшая выборы, может не попасть в правительство. Не устраивает то, что народ хочет, чтобы это воплощалось в жизнь. А не то, что там где-то в каких-то там закуточках там где-то решается непонятное. Ведь, в принципе, голос народа должен в первую очередь.